Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Завершила я второй кактус. В общем, сегодня хочу вместе с вами оформить его, приклеить фетр, приклеить фоамиран на заготовочку, и показать, что у меня получилось. А также хочу вам показать свой новый процесс. Но мне обязательно нужно сходить к Оле в магазин Радуга Вышивки. Я увидела сегодня объявление, что там скидка 40% на наборы и на основы для вышивки. Но поскольку мне там несколько наборчиков нравилось, но цена была высоковата, а сейчас скидка, я не могу пропустить такое событие. Поэтому я сейчас быстренько схожу к Оле, а потом займусь оформлением кактусов. В общем, кактусы от меня никуда не убегут, а Оля съезжает с этого места. Ну, у нас в центре очень дорогая аренда. Интернет-магазин у Оли продолжает работать, а розничной торговли в Оренбурге пока не будет. Ну, если будет, то Оля потом дополнительно об этом сообщит. Но я вам тоже, конечно же, сообщу. Привет! Привет! Девчонки, я зашла к Оле в магазин. Здесь погром. Оля, что случилось? Куда ты от нас? Смельчаю, я уже написала. Розничный магазин закрываем. Остается только интернет-магазин. Так что заказы можно так же продолжать делать. Потом определюсь с точкой, где можно будет забирать заказы для Оренбургских. Так что вот так вот. Понятненько. Я ведь что зашла? Я видела, у тебя там 40% на наборы скидка. Да-да-да. Как раз в связи с закрытием, чтобы меньше перевозить. Понятно. Так что давай, выбирай, что осталось. Давай, я там кое-что присмотрела. Так, и игрушки мне надо Алинкины забрать. Да-да. Вот Алинкины игрушки остались. Нужно забрать. Собакевич. Вот такие мишки. Кому нужны игрушки? Я под видео оставлю ссылочку на группу Алины. Там у нее все указано, и цены, и написать ей можно. На Олен интернет-магазин тоже ссылку оставлю. Ну, вы уже все знаете. Девчонки-то пишут, как же мы без ваших посиделок. Я не поняла, куда я буду чай приходить пить? Ну, посмотрим, где-нибудь найдем местечко, где нам с тобой поболтать. Слушай, мне так удобно было здесь рядом. Я вот только заболела вот этот месяц, никуда не выходила. А так, как здорово было, когда-то тут рядышком. Сложно тоже туда сюда перебираться, но сейчас такие обстоятельства. Деньги целее у меня будут. Да, точно. Хотя, не знаю, я не уверена. У тебя же так и есть для Оренбургских доставка на дом или нет? Да, есть. От какой суммы? От 3 500, так же, как и почта, тоже на 3 500. На 3 500? Да. Ну, вот я закажу, ты мне домой привезешь. Хорошо. Сама ко мне в гости приедешь. Если далеко у тебя будет магазин, склад, значит, сама ко мне заставка на дом. Ну что, девочки, хорошо я закупилась. Обязательно вам в этом видео покажу. Ну, сейчас продолжим оформлять кактусы. В общем, что я хочу вам про кактусы сказать. Мы с вами обсуждали, каким клеем нужно приклеивать фетр на обратную сторону кактуса. Я уже елочку вышивала, вам показывала, уже не один раз показывала. Я приклеивала вот этим карандашом. Вот, Марина мне порекомендовала, моя зрительница, рукодельная подруга. Вот таким карандашом она клеит заготовку. Что я приклеила, очень долго уже держится у меня фетр, крепко держится. Пробовала даже его отковыривать на елочке. И поэтому я буду приклеивать заготовку вот этим же карандашом. Вообще, раньше я клеила все клеем момент. Обязательно гель-момент. Потому что другие моменты, кристалл, еще какие-то, они разъедают фуамиран и могут разъедать синтетические ткани. Конкретно про фетр я вам не могу сказать. Возможно, с фетром ничего не случится. Но здесь фуамиран и он может плавиться от момента. Я, кстати, хотела купить гель-момент, кристалл. Ну, то есть, разные взять клей, купить кусочек фуамирана и провести эксперимент. Но клей-момент почему-то очень подорожал. Я его последний раз покупала год назад, а сейчас была удивлена. 250, 300, 320 рублей стоит тюбик клея. И думаю, зачем я его буду покупать, когда у меня еще есть вот такой вот клей, и я могу им приклеить. Ну, в общем, эксперимент я, конечно же, хочу провести. Но если мне попадутся маленькие тюбики кристалла и геля-момент, то я куплю и потом попозже этот эксперимент проведу. Но что я хочу сказать. Я смотрела видео, как клеят стразы на гимнастические купальники. Мне когда-то это было нужно. И там как раз говорили о том, что вот эту ткань, вот как лосины, да, вот такие синтетические ткани, они прожигаются кристаллом и плавятся. Плавятся, остаются дырочки. Поэтому на фоамиране будет то же самое, однозначно. Вот. Клеят стразы именно на гель. То есть должно быть написано гель-момент. Но все равно, если бы я купила гель, я бы не стала бы фоамиран клеить сразу. Мне нужно было бы где-то попробовать. Ну, в общем, вот этот клей я использовала для фетра, для фоамирана я его тоже еще ни разу не использовала. В общем, у нас сейчас с вами хорошая возможность испробовать вот этот клей на фоамиране. И я вам скажу, как он клеится к деревянной заготовке. Так, я сейчас это, скорее всего, сделаю без камеры, потому что через объектив мне это неудобно делать. Ну, в принципе, здесь и показывать нечего, да. Берем заготовку, обильно ее смазываем клеем. Обязательно заготовочку нужно сначала приложить, чтобы не перепутать, какую сторону клеем смазывать. Вот я сейчас вижу, что нужно смазывать вот эту сторону. И вот эту сторону начинаем смазывать. Я намазала фетр. И заготовочку тоже по краям немножечко промазываю. Вот если есть ниточки, которые торчат в другую сторону, их нужно обязательно приклеить, чтобы они все были направлены внутрь. Клея уходит очень много. Это, конечно же, не то, что момент капнула капельку и все нормально. Здесь нужно побольше мазать, но куда деваться. Вот этим клеем очень мне нравится работать. Он абсолютно не пахнет мне как аллергику. Очень даже приятно работать вот с таким клеем, потому что все-таки момент, он имеет резкий запах. Вот так я приклеила. Фуамиран очень сложно было мазать этим клеем, поскольку он ажурный. И он очень мягкий. Побоялась я порвать. Поэтому я смазала клеем полностью заготовку. И вот в этих дырочках, естественно, получился слой тоже липкий. Но сейчас все это подсохнет и будет нормально. В принципе, клея не видно. То есть я просто сплошняком все намазала. И вот так вот у меня получилось. Вот одна заготовочка. И вот вторая. В общем, пока все это сохнет, я вам покажу покупки. А также покажу свой новый процесс. Все это пусть подсыхает. Мы будем дальше с вами разглядывать красоту, которую я начала вышивать. Вот мой новый процесс. Это авторская схема. Натальи Черепановой. Гортензия. Это новинка. Я как только ее увидела, сразу же купила схему. И, как и говорила, начну вышивать. Все-таки уже у меня есть завершенные работы. И нужно себя чем-то побаловать. И я решила начать внепланово. Вот такой вот красивый набор. Такой вот. Почему набор? Не набор, а схему. Почему говорю набор? Потому что все свои схемы я сразу комплектую в наборы. То есть покупаю нарезку ниток. Как раз вот у Оли в Радуге вышивки покупаю. Канву и комплектую. То есть все мои авторские схемы лежат укомплектованы в наборы. Вот столько уже я вышила. Так, сейчас покажу вам. Схему рядом поставлю для сравнения. Вот что получается. Это правый нижний угол. Не совсем нижний. Начала я не с нижнего угла, потому что очень мне хотелось посмотреть, как выглядит букет. Здесь угол пустой. Нужно было начинать вот отсюда с кувшинчика. Но ничего, кувшинчик я успею еще вышить. Мне очень захотелось начать вышивать цветочки. Вот с этого цветочка я начала. Если мы посмотрим на схему, то вот этот цветочек, он самый крупный из всех. И, в общем-то, да, здесь тоже на... Вот у меня на рисунке он достаточно крупный. Вышиваю я на 14-й канве. Сразу хочу что отметить. Девчонки, если вы можете вышивать на равномерке, особенно если это мелкий каунт Мурана, я думаю, вообще будет смотреться обалденно. И на 16-й канве будет смотреться обалденно. Все-таки на 14-й смотрится, на мой взгляд, крупновато. Но еще рано говорить, еще рано. Это только начало работы. Конечно, когда вот такой маленький фрагмент и сразу такой крупный цветок, хочется, чтобы он был помельче. Но когда картина будет висеть на стене, и мы будем смотреть издалека, конечно же, будет смотреться красиво. У меня почти все мои работы вышиты на 14-й канве и смотрятся нормально. Это я начала с самого крупного цветка, но не хочется мне вышивать на мелкой. Я сознательно выбрала 14-й каунт, но если вы будете выбирать, я думаю, что 16-й будет вообще идеально. В общем, не всегда возможности совпадают с желаниями. Вот, так хочу сказать. Хочется мне, да, иногда вышивать на мелкой канве, но нельзя мне этого делать, поэтому я вышиваю на канве покрупнее каунт. Вот, хотя размер работы не очень большой. Получается у нас 150 крестиков на 190. В принципе, для канвы 14-го каунта размер нормальный. Ну, у меня как-то мои работы в основном 30 на 40, вот, здесь размер поменьше, поэтому тоже нормально. Вот у меня 30 на 40 на 14-й канве, очень даже хорошо смотрятся работы. В общем-то, я не сомневаюсь, что оно будет хорошо смотреться, но, но, как-то мне кажется, более ажурно, миниатюрно было бы на 16-й. Ну, опять же, не знаю, не знаю, а закончу, тогда будет видно. Вот такой у меня цвет настроения синий-сиреневый, даже ногти, даже ногти похожего цвета, но бывает, да, вот такое настроение. Посмотрите, какие нитки, обалденные ниточки, расцветка, вот эта цветовая гамма синий-сиреневая, ну, обалденная вообще. Оторваться невозможно, вот от этой работы просто невозможно оторваться. Вот, в общем, буду вышивать до тех пор, пока не надоест, потом перейду на другой процесс. Вот, то есть, пока не буду меня очередовать, затянуло меня и хочется продолжить посмотреть, что же, что же будет дальше. Вот, так что, пока буду вышивать один процесс. Ну, и сейчас покажу вам покупки, какие я сделала в магазине «Радуга-вышивки». Девчонки, наборов огромное количество, сейчас по очереди все буду показывать. Некоторые из этих наборчиков, из маленьких наборчиков у меня уже есть, но я брала для подарков, для презентиков, потому что хорошая была скидка 40%, ну, понятное дело, нужно брать. Вот такой наборчик от фирмы «Сделано с любовью». Апельсиновая долька. Вот этой пироженки у меня нет. У меня есть другие пироженки, там, по-моему, у меня с смородиной или с черникой, а вот такой пироженки у меня нет. Эти наборчики на 14 канве вышиваются, по-моему, они ниточками гамма комплектуются. Кстати, от «Сделано с любовью» я еще не вышивала ни один набор, нужно попробовать. Я вот сейчас вижу уже кусочек схемы, а схемка очень-очень мелкая, очень мелкая. Но меня это не пугает, у меня есть сканер, у меня есть принтер, я могу распечатать все это на Алиса А4, поэтому для меня это не страшно. В общем, вот такая вот апельсиновая долька от фирмы «Сделано с любовью» пироженка. Вот такая пироженка, такая пироженка, очень красивая. Такие ягодки. 15 на 15, размер небольшой. Так, дальше. Дальше вот такой наборчик «Жар-птица», вот видите, да, цена была, еще и скидка, 205 рублей было и минус 40%, ну, в общем, там чуть больше 100 рублей. А вот такие красивые тюльпанчики, таких тюльпанчиков у меня нет. 18 на 15, кстати, на шкатулочку может подойти. Как помните, я сюжетики примеряла все на баночку, теперь все примеряю на шкатулочке. Кто не видел, посмотрите, какие две шкатулки у меня оформлены. Кстати, мы еще маму мне отвезли эти шкатулки, не подарили, потому что Тимур только сегодня приехал с вахтой. И в ближайшее время, ну, на этой неделе уж точно отвезем, подарим. Так, дальше. Вот такой набор классный от фирмы «Орхидея». Это пасхальные зайчики на пластиковой конве. Здесь 4 зайчика. У меня есть снеговички, 6 снеговичков от «Дизайн Воркс» на пластиковой конве. А от фирмы «Орхидея» у меня не было ни одного набора. Здесь, кстати, вот такая вот сумочка. Она не целопановая, она такая плотная. Поэтому вот тоже очень даже удобно сюда складывать. Белая пластиковая конва. Конва такая же, как в наборах «Дизайн Воркс». Она отличается от нашей пластиковой конвы. Она более такая мягкая. Ну, в принципе, нормально на ней вышивать. Ниточки здесь уже висят на органайзере. Я очень это люблю. Поскольку у «Дизайн Воркс» надо было нитки разбирать. И там были оттенки похожие. Очень сложно было разбирать нитки. И не люблю я на это тратить время. Здесь вот уже все вот так разобрано. Кстати, планшетки напоминают планшетки, которые в наборах «Мария Искусница». По-моему, «Мария Искусница» такие планшетки. Но я думала сначала, что нитки будут выпрыгивать. Нет, они не выпрыгивают. Они нормально держатся вот в таких планшетках. И здесь написано на русском языке. Вот такая наклейка на русском языке. Написано «Москва». Кстати, что «Орхидея» – это Москва. Нет, «Мады Ин». Вот написано. «Мады Ин ЕУ». Здесь инструкция короткая. Продавец в России. Никой интерьер. А, это где закупка была. Понятно. Это официальный представитель, видимо, фирмы «Орхидея» у нас в России. Я думаю так. Смотрите, комплектуются ниточками DMC. Ниточки DMC. Вот такие вот зайчики. Пасхальные. Или кролики. Кролики, наверное. Но неважно. Их четыре штуки. Здесь вот показаны они на палочке. Но я почему-то думаю, что я не буду их на палочку. Я буду их на веревочку привязывать. Вот так можно сделать петлю. Вот здесь показано. Я не буду такую петлю делать. Я буду, как обычно, внутрь вшивать. Приклеивать фетр с обратной стороны. Потому что я думаю, если дети дернут, то вот этот пластик в одну клеточку может порваться. Вот. Но кому нравится, могут, конечно, на таких вот шпажках делать. Эти шпажки продаются, где разовая посуда, стаканчики, ложки, вилки. И там же продаются вот эти шпажки для шашлыка. И вот видите, здесь показано, что можно вот так этих зайчиков оформить. Ну, я буду оформлять, как елочные игрушки. Я люблю, когда игрушки висят. Ну, в общем, вот такие четыре зайчика. Классный вот такой наборчик. И он мне достался с хорошей скидкой. Дальше. Дальше бабочки. Вот такие классные бабочки от фирмы Чудесная игла. Это серия бабочек. Их три штуки. Размер 17 на 18 сантиметров. И, конечно же, я взяла все три бабочки. Вот они. Я дарила такие бабочки. Но в этот раз решила для себя взять. Вот такая вторая бабочка Павлиний глаз. Первая была Махаон. Это Павлиний глаз. И третья. Какая же третья бабочка. А третья просто бабочка и ромашки. Без названия. В общем, те были бабочки благородных коровей. Породистые. А это вот такая дворняшка бабочка и ромашки. Ну, у нее и цветочки вот попроще. Видите? Поскольку она безродословная. Ну, вот такая красивая тоже. В общем, вот такие вот. Это серия. Кстати, я не знаю. Может, в одну панельку их можно оформить. Я пока не думала. Я пока все на шкатулочку. Все на шкатулочку. Если на 16-й канве вышить, будет маленькая, аккуратненькая шкатулочка. Вот этот набор. Обалденный набор. Посмотрите. От фирмы Лука Эс. Давно я в Оленом магазине этот набор разглядывала. Честно скажу, ждала скидку. Там еще у нее розы. Розовые мечты набор. У меня, кстати, нет этого набора. Но его уже купили. Я только его отложила. Говорю, Оля, я возьму у тебя набор. Но кто-то меня опередил. Уже раньше меня увидели, что скидка. И его купили. И остался вот такой вот наборчик. Он меня все-таки дождался. Это корзина с клубниками от Лука Эс. Я видела такой набор на канале Хобби Арт. Там это был гобелен. Но вы знаете, что у Лука Эс есть одинаковые дизайны. Как в гобелене, так и в крестике. И вот здесь крестик на 16-й конве, на Аиде 16-й. Размер 38 на 24 сантиметра. Да, 28 цветов мулине. Вот такие шикарные клубники. Вы знаете, если бы я этот набор не увидела вживую, возможно, я бы не захотела его покупать. Вот как мы видим, здесь на превью такое впечатление, что это бежевая конва. Но, возможно, кто-то заменяет. Может быть, есть наборы на белой и на молочной конве. Но, вот видите разницу, да, на превью. Я подумала, что здесь такая молочная или какая-то серая конва. Очень много вот этих темных полукрестов. Какая-то она мрачноватая картина. Ну, как-то мне сразу так показалось. Но, когда я Оле в магазине взяла в руки, посмотрите, здесь белая конва. Посмотрите, какие яркие нитки. Очень-очень яркие нитки. И вот вон сколько ниток молочного цвета. Вы знаете, я сейчас затрудняюсь сказать, зашивается ли фон. Может быть, здесь такое большое количество ниток молочного цвета, потому что здесь полностью фон зашивается. Ну, не знаю. Нет, наверное, наверное, вот здесь где-то тень. Но, все равно, смотрите, нитки, они более красочные, чем на превью. Это прям ярко-ярко-красные. Вот этот темно-красный. Но, опять же, он не грязно-красный, он именно ярко-красный. Поэтому, вот насколько возможно, да, красный-красный цвет, вот такие будут клубники. Но, когда я смотрю на превью, у меня складывается впечатление, что это не яркие, а приглушенные какие-то пыльные такие цвета. Ну, нет, это вот погрешности полиграфии. На фото не всегда работа выглядит такая, как она вживую. Я уже вижу, что эта работа в реале будет намного красочнее, чем она на превью заявлена. Вот, еще раз показываю, видите, да. От Лук-С еще ни один набор я не вышивала. Ничего не могу сказать про вот эту намотку ниток, удобно мне будет или нет. Но я сразу уже вижу, что здесь указаны вот значки. Это вообще отлично. Это просто отлично, что они указаны, потому что до этого у меня были планшетки, там, по-моему, ничего не было указано. У меня были наборчики. Многие девочки вот здесь делают дырочку и сюда вдевают нитку. То есть отрезаешь пасму, одну ниточку вытаскиваешь, а остальные навешиваешь сюда. А вот, кстати, вообще было бы идеально, если бы производитель сразу вот здесь делал бы дырочку. Ой, вообще была бы красота. Я не знаю, наверное, я буду брать вторую планшетку с дырочками и туда навешивать. Но, опять же, нужно рисовать значки, нужно, опять же, номера туда перерисовывать. Но это дополнительная работа. Все-таки я люблю планшетки с дырочками. А у меня, кстати, есть деревянный органайзер от Волшебной страны. Может быть, я на деревянный органайзер. Ну, ладно, пока не начинаю я этот набор вышивать, когда буду начинать, потом буду делиться с вами своими впечатлениями. Это я пока рассуждаю, так прикидываю. Вместе с вами, да, рассуждаю. Следующий набор. Следующий набор. Это вот такая смородинка. Сколько раз я дарила эту смородинку. Мне так нравится этот сюжетик. Он на 18-й конве. Если я хочу сделать кому-то презент, то я покупаю вот такую смородинку. И, опять же, вот я купила. Она также пойдет на презент кому-нибудь. Ну, на полотенчик, да, куда-нибудь на прикладную вышивку. Вообще, сюжетик идеальный. Вот небольшой такой, да, 14 на 26. Но так проработано красиво. В общем, шикарный вот такой наборчик. И достался мне очень дешево. Так, это розничная цена. В интернет-магазине цена дешевле. Там, по-моему, 300 рублей. Ну, и скидка минус 40%. В общем, меньше 200 рублей обошелся этот набор. Ну, как не взять? Ну, как не взять меньше 200 рублей? Хоть для себя, хоть в подарок. Ну, это просто шикарно. Вот такая баночка с вареньем. У меня тоже такая баночка есть. Это тоже я взяла на презент. Жар-птица. Вот такая красивая баночка с вареньем. Все закрыто. В наборах жар-птицы посмотреть ничего невозможно. Кстати, это очень плохо. Потому что, когда я смотрю в обратную сторону, мне чаще хочется покупать наборы, когда я вижу комплектующие. Когда ниточки вот так вот красиво уложены, это манит. Вот скажите, да? Манит, манит. Сразу хочется купить. Вот чудесная игла. В этом плане молодцы. Вот новинка от чудесной иглы. Вот такая вот розочка. Розочка простенькая такая, небольшая. 11 на 11 сантиметров. Ну, вот тоже для прикладной. Кстати, сейчас все вышивают кармашки на водорастворимой конве. Вот тоже куда-нибудь, да? На детскую... На детской платьице куда-нибудь. Я, кстати, подумаю, куда-нибудь на прикладнушку вот такую вышить. У меня есть сейчас водорастворимая конва. Я у Оли покупала. У Оли в магазине есть от DMC водорастворимая конва. И куда-нибудь я эту маленькую розочку примощу. Вот она на 14 каунте. И как раз конва водорастворимая 14 каунта. Вот, кстати, из кармашка, да, торчит розочка. Вот, например, блузка, да, с кармашком. Или где-нибудь на курточке, да. Вот такой на груди кармашек, а из него вот такая розочка. Видите, здесь черенок небольшой, не длинный. Вот так вот, как сейчас выглядывает. Я думаю, будет красиво. 11 на 11 сантиметров. Как раз маленькая розочка. Вот этот набор, вот этот набор. Вот лазила-лазила я в корзине, где скидки. И вдруг нарыла вот такой набор. Он мне обошелся меньше 200 рублей. Это уже 170, что ли, или 160. В девчонке фирма Матрёнин-Пасад. Кто уже догадался, что это? Это подушечка для колец обручальных. И посмотрите, здесь в наборе ткань шелковая, канва белая, мулине, бисер, бусины, гипюр, ленты, шарики, холофайбер, схема. То есть даже холофайбер и бусинки, и бисеринки, и ленточка. Вот эти шарики. В общем, все есть в комплекте. И такой недорогой набор. Здесь, правда, немного цвета. Всего три цвета мулине, два цвета бисера и бусинки одного цвета. Ну, понятно, да, что Алина у меня девушка на выданье. Она еще у меня не замужем. И я вот такую вышью подушечку. И подушечка будет лежать и ждать, когда Алинка у меня соберется замуж. Мы еще не знаем, какой этот или этот. Они спланируют в следующем году. Ну, и как раз к тому времени я вышью вот такую подушечку. Правда, сейчас пара современная, и не все хотят видеть эти подушечки. Но в любом случае в ЗАГСе-то кольца одевать будут. Хоть там я подсуну им. Алина говорит, зачем мне эта подушечка? А я говорю, маму уважить, чтобы маме было приятно. В общем, девчонки. Ну, неважно. Если молодым не нужна эта подушечка, то я ее под игольницу приспособлю. Кстати, после свадьбы ее тоже очень даже хорошо можно под игольничку приспособить. Смотрите, какие здесь кружавчики. То есть, неважно. Если даже это будет подушечка не для колец, она очень даже красиво будет смотреться, как игольничка. Так что у меня все равно она простаивать не будет. Так, и еще два наборчика. А вот этот наборчик Тимур разглядывал. Помните, мы зимой ходили в магазин Коля, и Тимур взял в руки, говорит, я ее спрашиваю, тебе надо? А он говорит, не знаю. Ну, мы не купили. Ну, поскольку скидка 40%, конечно же, надо. За 100 рублей чего не взять? Вышью, пускай там где-нибудь в машине болтается. Бирка с номером. В общем, вот так. Доброго пути двухсторонний на пластиковой конве. Вот такой вот брелочек. И последний наборчик, который я купила, это вот такие магнитики. Я, конечно, не очень люблю обрядовые вот эти всякие куколки, но их четыре в наборе. Они маленькие. И это магнитики на холодильник. Ну, то есть, эти магнитики можно дарить тоже как сувенирчики. То есть, вышить, да, вышиваются они быстро, 6 на 7 сантиметров. И когда я девчонкам своим посылочки посылаю или подарки дарю, им можно дарить вот такой магнитик. Потому что эти магниты можно как пожелание, да. Допустим, по теме, да. Я сейчас точно вам не скажу, что конкретно означает каждая эта кукла. У меня мама занимается вот этими куклами. Она их делала. Каждая куколка имеет свой смысл. Вот, допустим, богатушка на богатство. Вот, я не знаю, ложка это что такое, чтобы достаток что ли был. Я не знаю, вот это с ребеночком. В общем, у каждой есть название. Там какие-то и желанницы, еще что-то. Ну, мама моя точно это знает, что означает эта куколка. Когда я начну вышивать, я, конечно же, тоже выучу. Возможно, там есть инструкция. И в инструкции указано, что означает каждая куколка. Хотя не факт, что это есть. Ну, не важно. Не важно. В любом случае, такие вот классные куколки. Вот именно они делаются без лиц. Вот такие они безлики. Вот, обрядовые куколки. Дизайнер Дарья Слесарева. Ну, классный наборчик. Классный, недорогой и четыре куколки. Так, ну что, посмотрим теперь, что у меня происходит с моими кактусами. Пока я снимала видео, это где-то примерно 30 минут. И посмотрим, высохли клей. Да, клей вот здесь высох, в этих дырочках ничего не приклеивается, не липнет. Так, и здесь посмотрим фетр. Что с фетром? Фетр тоже хорошо приклеился. Так, вот здесь немножко не приклеился. Поэтому сейчас мы по краю пройдемся. Это я тут сослепу, видимо, пропустила. Поэтому мы сейчас еще вот так промажем краешки хорошо. Так, эта сторона приклеена. Все нормально. Так, ну все. Так, все уже высохло. И сейчас поставлю я их на заготовочки. И посмотрим с вами, как они смотрятся в готовом виде. Вот такая получилась красота. Кошечка долго ждала, когда же ее сюда запустят. Иди нюхай. Очень хочет посмотреть и понюхать эту красотищу. Идем, мурзилка. Сегодня я их выгнала отсюда, чтобы они не мешали. Так, ну что хочу сказать. Ну, в общем, во-первых, когда будете промазывать клеем фуамиран, я уже говорила, да, мажьте заготовку, хорошо мажьте краешки. Не самой заготовки, а деревяшки. Настолько ажурная вот эта заготовка. То есть, даже если чуть-чуть она к пальцу прилипает, то можно ее порвать. Вот здесь даже чуть-чуть. Вот я надорвала, но, в принципе, я приклеила. Здесь не так это заметно. Вот только на макросъемке видно. Но вот будьте осторожнее, когда приклеиваете вот этот фуамиран. То есть, это нужно делать с первого раза и очень аккуратно. Потому что потом уже как-то подлезть, подмазать очень сложно. Он настолько нежный. И вот вырезан, как кружево, мелкий такой. Ну, вот здесь вот более такой рисунок крупный. А вот здесь рисуночек получается вот такой вот ажурный. Ну, очень красиво. Вот так на подставочках. Я вам честно скажу, я хотела, чтобы у меня они стояли на полочке, на кухне. Они очень подходят туда по цвету. Но вот сейчас я вам покажу. Они туда не влазят. Вот у меня, видите, на кухне декоративная полочка, которую Тимур сам делал. Вот так у меня кухня выглядит. И вот эта нижняя полочка, она для каких-нибудь декоративных штучек. Вот здесь у меня на колонке еще, видите, бабочки розово-сиреневые. И вот эти кактусы, я думала, туда впишутся идеально. Но вот сейчас Тимур нам покажет. Тимур, покажи нам, что они туда не влазят. Они чуть-чуть, девчонки, не влазят, видите, по высоте. Очень обидно. Я думала, что будут стоять какие-то красивые солонки. Ты туда их хочешь примастись? Я думала, например, в середине там какие-нибудь красивые солонки. А вот сюда, да, по краям, я думала, будут два кактуса. Упадут, Тимур? Нет. Нет. А вот туда их, где корзиночка, прям за решеточку поставить не видно будет? Чуть-чуть выглядывают. Слушай, ну пусть хотя бы там выглядывают, да? Хотя на балконе они смотрятся лучше, но там они будут пылиться. Вот сейчас, где я снимала видео, там на балконе вообще они идеально смотрятся. Жалко, жалко. Никак не впихиваются. Не видно. Ладно, я их на полочку, на свою рукодельную поставлю. Вот видите, девчонки. Думала, они чуть-чуть пониже. Ну ладно, пусть пока стоят здесь, на балконе. Вот здесь висят мои картины. Кстати, девочки спрашивали, ничего не происходит с крестиком или с багетом на балконе. Балкон застеклен, вода сюда не попадает, но в принципе мороз, 30-35 градусов нормально выдерживают. Ничего не происходит, всегда они висят у меня здесь уже, сколько, 2 или 3, 3, наверное, года. Вот, и ничего не происходит. Вот эту нижнюю картину я меняла, здесь у меня бисерная висела подсолнухи. Кстати, надо повесить сюда мои подсолнухи, точно. Всё, повесила подсолнухи. Они, кстати, раньше тут и висели, я не помню, почему я их убрала. Вот так висели у меня здесь две картины. Вот эту картину хотела повесить, заменить. Я хотела вот эту верхнюю картину заменить вот на эту. Ну ладно, пусть пока так, три стоят. Картинная галерея у меня здесь будет. И вот так для интерьера пусть пока стоят кактусы на балконе. Я поснимаю, может быть, какой-нибудь тег, и пусть на заднем фоне у меня будет вот такая красота. Пока пусть всё стоит здесь. Да, девчонки, забыла я вам ещё показать, куда я теперь складываю свои процессы начатые. Вот такие зип-пакеты. Вопрос уже задавали, где их купить. В магазине Икеа. Мне Марина прислала. Она мне прислала две упаковки разного размера. Они продаются упаковками. Очень удобные, девочки. Туда умещается пяльца. Вот у меня пяльца 20 сантиметров. Они сюда прекрасно влазают. Но, опять же, надо смотреть, какого размера пакет. Вот такой двойной замочек. Держится всё прекрасно. Обалденные пакетики. Марин, большое спасибо. Посылку от Марины я показывала в одной из трансляций. Девчонки, многие, знаю, не любят смотреть трансляции, а любят смотреть видео, потому что в трансляциях мы часто обсуждаем одни и те же темы. Но если в названии написано, например, «Волшебная страна» или какое-то другое название, то там мы стараемся темы придерживаться. То есть, если посиделки или просто трансляция, то там мы можем одни и те же вопросы обсуждать. То есть, посиделки – это не тематические трансляции. А если в названии указана тема, то там всё-таки мы придерживаемся. И вот в одной из трансляций я показывала посылка от Марины. Правда, в названии, по-моему, я не указала, что там посылка от Марины. Вот там ещё что-то я показывала в этой трансляции. Так что, вот, девчонки, вот такие вот пакетики. Это просто находка для вышивальщиц. Очень-очень удобно. Вот эта картина, которую вы сейчас видите, это «Дольче Вита» от фирмы «Чудесная игла». У меня есть отдельное видео об оформлении этой картины, ну а также о процессе. Вообще, обо всех моих процессах у меня есть видео на моём канале «Вышивка Плюс». Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. А также ссылочки на магазин «Радуга вышивки» и на группу Оли я оставлю под видео. Переходите, смотрите. Если какая-то нужна информация, в группе вся информация есть. А также на инстаграм «Оли» я оставлю ссылочку. Большое вам спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Лёгких вам крестиков, удачных покупок. С вами была Инесса. Пока-пока.